Бисм лау альхамду лиллахи и Раббил аламмин. Вассаляту вассаламу алья Ашрафин, Абия и Мурсалей, Абина Мухаммада, алья алихи, ас-саби, и ума таби, и ума таби, и ума бедите. Вассаламу алейкум, арахмату Аллахи, и ума бараката, и уважаемые наши братья и сёстры. Хвала Аллаху за очередной день, который мы можем быть полезными для вас. Хвала Аллаху, который создал нас, даровал нам пропитание, создав нас, даровал нам пропитание. Аллах нас не бросил просто так на произвел судьбы, а против Аллаха отправил посланника, который разъяснил нам путь истины. И кто последовал за этим посланником, он зашел в рай. Кто же ослушался его, он отказался от рая. Сегодня у нас необычный формат передачи, а это первая передача с детьми. Именно та забота посланника Аллаха о детях, как он воспитывал их, как он увещевал их, и какими хадисами он наставлял их. И мы сегодня хотим услышать от шейха эти хадисы, хадисы пророка, которые читались с подвижником в малом возрасте, и взять колоссальную пользу из этих хадисов, и чтобы мы также воспитывали своих детей на этой основе. Сегодня я приехал со своими детьми, чтобы взять эту пользу, и они стали дальше распространять этот свет Аллаха. И Аллах сделал причиной нашего шейха Хальда Аль-Фулейджа этого распространения. Да приветствует вас Аллах, шейх. Да воздаст он вам благо. Да благословит вас Аллах, шейх. Да приветствует Аллах тебя и твоих сыновей, Мухаммада и Халида, а также наших уважаемых зрителей и зрительниц. Да благословит вас всех Аллах. Да приветствует вас Аллах в этой благословенной встрече. Шейх, мы хотели бы поговорить на тему хадисов, в которых посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обращался к детям, дабы почерпнуть из них пользу и узнать, как маленькие дети понимали данные хадисы. Ислам относится к детям с большой заботой. Он установил для них права и вменил в обязанность родителям их воспитание, хорошее содержание и заботу о детях в целом. Поэтому Аллах упомянул имущество и детей в своей книге, сказав, что они являются украшением мирской жизни. Пришло от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что ребенок является причиной жадности и трусости. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил, что когда сын Адама умирает, его дела прекращаются за исключением трех, одно из которых это праведный ребенок, который молится за него. Когда раба Аллаха будут возвышать в раю по степени, он спросит, за что это ему. Ему ответят, это за мольбы, с которыми твой ребенок обращался за тебя. Поэтому ребенок, милость Аллаха, велик он и славен. И оценить по достоинству ее может только лишенный этой милости. Ты можешь заметить, как люди, у которых не получается завести детей, обращаются к врачам и делают все причины, материальные и духовные. Делают все, чтобы обрести ребенка. Это милость и дар от Аллаха, который он дарует, кому пожелает, и своих рабов. И лишает тех, кого пожелает, в соответствии с его справедливостью и мудростью, причисленный возвышен. Уяснив это, нужно понимать, что данная милость станет полной и совершенной и даст свои плоды только если ребенок станет праведным. Поэтому раб Аллаха и каждый из родителей должны быть очень внимательны к причинам праведности своих детей и их воспитанию в соответствии с книгой Аллаха и сунной посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. В связи с этим пришло множество хадисов, указывающих на необходимость заботы о детях. «Наш пророк, салаллаху алейхи вассалям, велел нам приказывать нашим детям совершать намаз, когда им исполнится 7 лет. Задумайся, 7-летнему ребенку приказывают совершать намаз, чтобы он привык к нему. Когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, повелел родителям приказывать своим детям совершать намаз с 7 лет, он не сделал этого из-за того, что ребенок понесет грех или будет наказан. Он сделал это, чтобы у детей выработалась привычка к благому, чтобы он был неразлучен с ним и приучился к нему, чтобы, когда он достигнет половой зрелости, намаз был для него легким, облегченным и нетрудным. И помимо приучения к благому, следует воспитывать в них оставление порицаемого, того, что ненавистно Аллаху, причисто на возвышен. Задумайся над тем, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, увидев финики в руках Хусейна и Хасана, сказал им, нельзя, нельзя, выбрось, это из имущества садаки, оно нам не дозволено. По размысли, это ребенок 6 или 5 лет, и несмотря на это, пророк, салаллаху алейхи вассалям, обращается к нему и объясняет, что это имущество не дозволено нам, семейству Мухаммада, так как оно из людской грязи. Подобный разговор с детьми необходим, и не думай, что ребенок не понимает. Дети соображают и понимают, достигнув возраста развлечения. Если он разумен, то он понимает. Например, если он отличает левую руку от правой, или знает начальные буквы, начальную речь, то с многократным повторением того, что это неправильно, это плохо или это хорошо, или с похвалой на правильные поступки и предостережением при ошибке, ребенок вырастет с пониманием, что такое-то дело плохое, а такое-то дело хорошее. Это обширная тема с различных сторон, со стороны шариатских положений, со стороны норм приличия и этикета, со стороны внешнего облика и того, какую одежду носить ребенку. Ислам внимательно разбирает все эти вопросы. Я приведу тебе некоторые хадисы, указывающие на этот смысл. Например, когда пророку, саллаллаху алейхи вассалям, принесли еду в доме Ум Саляма, и у нее был сын Умар ибн Саляма, да будет доволен им Аллах. Умар был маленьким ребенком, и когда он кушал, то дергал своей рукой, беря еду из разных сторон тарелки. И он не заслуживал упрека, поскольку был ребенком. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, «О, мальчик!» Он обратился к нему так, чтобы привлечь его внимание, проявить любезность и мягкость. Он сказал, «О, мальчик, кушай правой рукой и кушай то, что ближе к тебе». Маленький мальчик запомнил этот хадис и передал его нам. И обратите внимание на то, что, несмотря на свой возраст, он запомнил и передал нам этот великий хадис. И на то, как пророк обратился к ребенку, «О, мальчик, кушай правой рукой и кушай то, что ближе к тебе». Данный хадис говорит об этикете принятия пищи, что мусульманину следует кушать правой рукой. Следует приучить к этому наших детей, мальчиков и девочек. И если принесли еду, им следует сказать, «О, сынок, сначала скажи бисмиллях, ведь шайтан участвует с нами в пище, над которой не было упомянуто имя Аллаха». Будьте внимательны в этом. Когда приносят еду, шайтан старается сделать так, чтобы начавший трапезу не помянул имя Аллаха, чтобы он смог кушать вместе с ними. Когда мы говорим, «Скажи бисмиллях», мы запрещаем шайтану кушать. Это может сказать «я», «ты» или «ребенок». Но ребенок может забыть, и такое бывает часто, когда дети собираются за трапезой. Взрослые же понимают смысл слов бисмиллях и то, что обязательно произнести эти слова перед едой. Но дети это не понимают. Поэтому нужно научить их, сказав, «Скажи бисмиллях, кушай правой рукой и кушай то, что ближе к тебе», чтобы не испортить еду остальных. Этому этикету родителям следует обучить своих детей. Это также указывает на то, что ислам – универсальная религия. Она не сосредоточена на чем-то одном. Она не избирает взрослых, пренебрегая детьми. Она обучает всех всему необходимому. Также в одном из хадисов в данной теме пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Ибн Аббасу, который на тот момент еще не достиг половой зрелости, «О мальчик, я научу тебя нескольким словам». То есть кратким словам, которые легко запомнить, выучить и понять. «Я научу тебя нескольким словам. Помни об Аллахе, и Он сохранит тебя». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил, что нужно говорить юному мальчику, если тот хочет, чтобы Аллах оберегал его. И в понимании мальчика это может быть защита от врага, от болезни и от многих других вещей, в зависимости от способности мальчика представить себе значение защиты. И чем старше, тем шире его понимание понятия, «Помнить об Аллахе, которое было велено Ему». Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит мальчику, «О мальчик, помни об Аллахе, и Он сохранит тебя. Помни об Аллахе, и ты обнаружишь Его перед собой. Помни об Аллахе в благополучии, и Он не забудет тебя во время трудностей». Данный хадис, «Помни об Аллахе, и Он сохранит тебя», это наставление ребенку, чтобы он оберегал свой язык от того, что ненавист на Аллаху. «Помни об Аллахе, и Он сохранит тебя, чтобы Он не слушал и не привыкал слушать то, что запретил Аллах. Помни об Аллахе, и Он сохранит тебя, чтобы Он помнил и соблюдал веления Аллаха и Его посланника, таких как намаз, омовение и остальные обязанности по мере своего возраста. И обязанностей становится больше по мере взросления ребенка». Данный хадис передал нам Ибн Аббас, и он взрослел вместе с ним. И каждый раз, когда у него прибавлялись знания и понимания, он лучше следовал тому, чему научился, и лучше выполнял свои обязанности. «Помни об Аллахе, и Он сохранит тебя. Он сохранит тебя от всякого зла, сохранит твое здоровье и тело». Родители должны приучить и воспитывать своих детей так, чтобы они понимали, что когда они совершают праведные поступки, Аллах воздает им наградой и напоминать о награде мирской жизни и жизни вечной. Так как дети не всегда способны представить себе то, что относится к загробной жизни. Поэтому нет проблем учить их к тому, что за благие деяния человек получает благо в мирской жизни. И Аллах дарует ему то, что он хочет из имущества, игрушек, любимой еды или напитков. Аллах даст тебе все это, если ты подчинишься Ему и будешь выполнять Его веления и отдаляться от того, что Он запретил. Если просишь о чем-то, то проси Аллаха. Он научил мальчика тому, чтобы он не просил кого-то помимо Аллаха, велик он и слабен, и при необходимости обращался только к Аллаху. Если обращаешься за помощью, то обращайся за ней к Аллаху. Это воспитывает в ребенке доверие Господу, причисто на славен. Убежденность в Аллахе, Его Господе, в том, что только Аллах, причисто на славен, развеивает печаль, отвечает на мольбы и исполняет желания. Если он захочет попросить о помощи в чем-либо, и каждому ребенку нужен тот, кто окажет ему поддержку, то пусть первым, кому он обратится за ней, будет Аллах. И это не означает, что он не может просить об этом своего отца или мать, в том, что им под силу. Но стоит воспитывать в ребенке то, что самый великий помощник, который власть над всякой вещью, и что помощь в руках Аллаха. Если обращаешься за помощью, то обращайся за ней к Аллаху, причисто на славен. Это великие смыслы, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел воспитывать в наших детях. Помни об Аллахе, и он сохранит тебя. Помни об Аллахе в благоденствии, и он не оставит тебя в трудности. Помни об Аллахе в благоденствии, это стремление к благодеяниям в благополучное время. Если ты богат, то делай пожертвования. Если ты здоров, то поклоняйся Аллаху и совершай праведные поступки, чтобы, когда тебя постигнет беда, Аллах оказал тебе помощь. Как сказал Сальман, да будет доволен им Аллах, благодеяния в благополучии отталкивают дурное в день испытаний. Также в продолжении этой темы, темы воспитания детей, следует упомянуть, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел вместе с Абу Бакрам с целью переселения в Медину, они прошли мимо стада овец, который опас ибн Масуд, да будет доволен им Аллах. На тот момент он был молодым юношей, и они спросили ему, есть ли в твоем стаде дойная овца? Он сказал, да, но мне не давали разрешения, и я не могу вас напоить. Из-за своей честности он сказал, что не может напоить их этим молоком. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, есть ли в стаде овца, которую еще не трогал самец, то есть молодая, не беременная, в имени которой нет молока. Он сказал, да, и он попросил привезти ее. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подвел ее и протер рукой по ее вымени. Тогда ее вымя начало набухать, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, надоил молока, наполнив таз. Тогда он, Абу Бакар и юноша смогли напиться этим молоком. После этого Ибн Масрук сказал, научи меня этим словам, то есть мольбам, с которыми он обратился к Аллаху Святу на Велик. Он ответил, ты уже обучен им, юноша. Поразмыслите над тем, что этот молодой юноша был надежным. А во-вторых, услышав дикры и мольбы, которые произнес пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он попросил его научить этим словам. И тогда пророк сказал, ты уже обучен им, юноша. То есть, ты обладаешь способностью обучаться, стать знающим. И Ибн Масуд сообщил, что я выучил с уст посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, 70 сур. Я слышал их только из уст нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Я расскажу тебе хадис, приведенный в сборниках Аль-Бухари и Муслима. От Нурмана ибн Башира. Нурман ибн Башир передал хадис в 5 лет. Это великий хадис, приводимый в больших сборниках. Ученые говорят, что он является одним из четырех хадисов, составляющих основу религии. Такой хадис нам передал мальчик 6 или 5 лет. Он сказал, я слышал, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине, дозволенное очевидно, и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное. Поразмыслите над этим великим хадисом, поясняющим дозволенное и запретное, который услышал ребенок 5-6 лет и затем передал его нам. Поэтому внимательное отношение к детям занимает высокое положение и значимость. Мы можем заметить, что выдающиеся ученые ислама, ставшие весьма известными и чьи имена известны до сих пор, были очень старательными в поклонении Аллаху с детства. Например, шейху лислям заучил Коран в 7 лет или 8 лет. Когда ему было 8 лет, он отправился вместе со своим дядей на намаз из тиска. Он опрокинулся на спину и поднял свои руки и ноги к небу. И тогда дядя спросил его, что ты делаешь? Он сказал, я прошу у Аллаха о дожде, как это делал муравей. Как в истории с Сулейманом, мир ему, который вышел со своим народом, чтобы обратиться с мольбой о неспослании дождя. Он увидел муравья, который опрокинулся на спину и поднял свои лапки к небу. Тогда он сказал, возвращайтесь, ибо молитвы этого муравья будет достаточно. Шейху лислям 8 лет представил эту ситуацию и захотел обратиться с мольбой о дожде за свой народ, так же, как это сделал муравей, будучи 8-летним мальчиком. Поэтому нельзя недооценивать ребенка. Поэтому Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас сказал, мы были маленькими и повзрослели, наши младшие однажды станут старшими. Не поступайте с детьми так, как делают некоторые невежды, которые, увидев на собрании ребенка, прогоняют его или поднимают его с места или запрещают говорить при старших. Напротив, ребенок должен чувствовать уверенность в себе. Если он говорит, то не затыкайте его и не прогоняйте криками. Объясняйте и обращайте его внимание, если он ошибся, говоря, что это неправильно. Пророк говорил своему маленькому внуку, нельзя, нельзя, это не дозволено нам. Подобные нравы станут причиной появления поколения богобоязненных мусульман, воспитанных в лоне Корана и сунны посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва салям. Большая проблема, с которой мы столкнулись сегодня, это то, что дети мусульман, как девочки, так и мальчики, стали далеки от исламского воспитания. Их воспитателем стали эти гаджеты, игры, приставки, плейстейшн, телефоны, из которых они черпают информацию и получают соответствующее воспитание, благодаря которым они приобрели множество порицаемых качеств. Прошу у Аллаха благополучия и спасения. Исходя из этого, мы должны руководствоваться в воспитании наших детей, проявляя о них заботу, так как дети это огромная ответственность, возложенная на нас Аллахом. И все мы будем спрошены за нашу паству. Как сказал пророк саллаллаху алейхи ва салям, каждый из вас является пастырем, и каждый из вас будет в ответе за свою паству. Аллах сказал, Аллах заповедует вам относительно ваших детей. Аллах заповедовал нам заботиться о наших детях. И пророк саллаллаху алейхи ва салям сообщил, что праведный ребенок относится к одному из непрерывных деяний после смерти человека. Это одна из сторон воспитания и обучения, что маленьких детей следует обучать. Что касается другой стороны, то пророк саллаллаху алейхи ва салям шутил с детьми и играл с ними. Когда Акра ибн Хабис увидел, что пророк саллаллаху алейхи ва салям поцеловал ребенка, он сказал, так вы целуете своих детей? Поистине у меня есть 10 детей, но я ни разу не поцеловал никого из них. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва салям сказал великие слова, что же я могу сделать, если Аллах лишил твое сердце милосердия? Любовь к ребенку, к детям, это милость Аллаха, велик он и славен. Пророк саллаллаху алейхи ва салям осудил Акра ибн Хабиса, сказав, что же я могу сделать, если Аллах лишил твое сердце милосердия? То есть, твое сердце было лишено милосердия, и это мне не подвластно, это находится во власти Аллаха. Он дарует милость, кому пожелает и своих рабов. Пророк, салаллаху алейхи васалям, пришел к брату Анаса по матери и сказал ему, «О, Абу Умейр, что делает Нугейр?» Он обратился к нему по куньи, прозванию. Сейчас же к детям обращаются в неуважительной форме. «Эй, такой-то! Пророк же сказал, «О, Абу Умейр, по нашим обычаям мы обращаемся по куньи к старшим, и ты обращаешься по прозванию только к тому, кого уважаешь». Когда пророк назвал его по куньи, он вселил ему доверие и дал понять, что его уважают. Именно так необходимо обращаться с нашими детьми, с уважением и почтительностью. «О, Абу Умейр, что делает Нугейр?» Нугейр – это птичка, с которой он играл, которая или улетела, или умерла. Пророк хотел выразить ему сочувствие и спросил, «Что делает Нугейр?» И этот ребенок захотел поделиться своими чувствами и рассказать, что птичка умерла. Это один из примеров шутливого общения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Передается в Сахихи Аль-Бухари, что Махмуд ибн Рабиа сказал, «Я запомнил, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, облил мое лицо струей воды, когда мне было 4 года». Имеется в виду струя воды, которую можно выпустить сквозь щель между зубов на кого-нибудь впереди. То есть пророк набрал воду в рот и облил ребенка небольшой струей воды, забавляясь и играя с ребенком. Это говорит нам о том, что забавы, игры и развлечения с детьми – это похвальное дело, за которое Раб Аллаха получает награду. Не стоит ограничиваться одним обучением – заучиванием Корана, Сунны, изучением этикета. Да, это важно, но не стоит забывать и об отдыхе, давая возможность развлекаться дозволенным способом. Например, совместное времяпрепровождение, игры, шутки. Хорошо, когда отец временно спускается на уровень ребенка ради игр со своими детьми. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, затянул земной поклон. И когда его сподвижники сказали, что ты делал земной поклон долго, он сказал, на меня забрался мой внук, и он захотел, чтобы он подольше насладился этим моментом, несмотря на намаз. Поразмыслите над тем, как на господина всех творений и лучшего из людей взбирается его внук, а он остается в земном поклоне, чтобы тот насладился этим моментом. Мы должны заботиться о наших детях. Будьте внимательными к ним, чтобы воспитать их правильным образом, которым будет доволен Аллах Пречисто на Возвышен. Шейх, да воздаст вам Аллах благом. Я записал своих детей в пророческой мечети для заучивания Корана, в кружке шейха Абдул-Мухсина Аль-Касима, но иногда они ленятся. Мухаммад и Халид, хвала Аллаху, учат Коран, Матны, и также развивают свое владение арабским языком. Но порой я наказываю их. Какой совет вы дадите мне и детям? Мухаммаду и Халиду, а также всем мусульманским детям, я советую использовать возможность посещать подобные кружки. Например, Мухаммад и Халид сейчас живут в этой стране. Могут посещать пророческую мечеть в городе Пророка, саллаллаху алейхи ва салям. Имеют возможность получать знания и посещать уроки. Это милость, которой лишены многие люди. Вы, Мухаммад и Халид, помните о том, что другие дети хотят оказаться в пророческой мечети, посещать эту мечеть и обучаться Корану и Сунне. Вас же Аллах почтил этой великой милостью и оказал вам содействие. И это требует от вас усердия и стараний. Помните, что чем больше знаний вы получите, тем выше возвысит вас Аллах, Велик Он и Славен. Аллах не возвысит тебя ни имуществом, ни родом, ни происхождением. Аллах возвысит тебя посредством Корана. Поистине, Аллах возвышает этим Кораном одних и унижает им других. Чем больше ты знаешь из Корана, чем лучше ты знаешь Сунну Пророка, саллаллаху алейхи ва салям. И чем сильнее ты держишься пути Пророка, саллаллаху алейхи ва салям, тем выше возвысит тебя Аллах, как в мирской жизни, так и в последней. Абдуль Малик ибн Марван, мусульманский халиф своего времени сказал, «Я не чувствовал к себе пренебрежения, кроме как около Ата ибн Абирабаха». Ата был кривоногим, чернокожим, невысоким рабом. Несмотря на все это, халиф чувствовал себя униженным около него, поскольку Аллах возвысил его посредством Корана. Он был толкователем Корана и одним из самых знающих о книге Аллаха, причисто на возвышен. Я советую вам проявлять усердие и старательность, и вместе с этим выделять какое-то время для отдыха дозволенным способом. Но необходимо быть бдительным, находясь в этом благом месте, в городе Пророка, саллаллаху алейхи ва салям, и уделять время заучиванию, учебе, в особенности имея возможность обучаться у шейха Абдул-Мухсина Аль-Касима, да укрепит его Аллах. Его программа очень грамотна, предполагает обучением основам и несет много пользы. И это также является поддержкой Аллаха этим двум юношам. Я прошу Аллаха, чтобы он сделал наших детей и твоих детей, и детей всех слушателей, и всех наших потомков праведными, чтобы он сделал наших детей усладой наших глаз и объединил нас с ними в раю, в высших садах Фердауса. Прошу у Аллаха даровать нам всем эту милость. Шейх, они хотели бы прочитать несколько хадисов. Пускай Аллах сделает нас одними из таких, кто собирается ради поминания и подчинения. Да благословит вас Аллах! Это великий хадис. Слова шейха про собрание и слова шейха о наших мыслях об Аллахе, на прощение и милость которого мы все надеемся. Да простит и помилует нас всех Аллах. На этом мы заканчиваем, уважаемые наши братья и сестры. Пусть Аллах исправит наших детей, сделает их примером для подражания. И пусть Аллах посредством этого напоминания, этого наставления даст нам задуматься, родителям, чтобы мы направили своих детей в нужное направление, потому что мы должны спасать это поколение, братья и сестры, потому что на самом деле такого поколения, такой фидны и смуты, которые сейчас вокруг нас, никогда исламская ума до этого не видела. Поэтому спасайте своих детей, и пусть это станет для вас прекрасным наставлением, назиданием. Субтитры создавал DimaTorzok